Друзья, всем привет из парка Львов Тайган. В этом ролике полюбуемся на вот этих замечательных зверьков. Рыжие лемуры. Красавцы. В парке Львов Тайган несколько видов лемуров. Есть кошачьи лемуры, у которых сейчас, кстати, замечательные малыши. И есть лемуры варе и вот рыжие лемуры варе, близкие родственники. Лемуры варе и рыжие лемуры раньше вообще в один вид объединяли, но сейчас это два разных вида. Все лемуры относятся к полуобезьянам, то есть относятся к приматам. И ребята такие же коммуникабельные, шустрые. Вот рыжие лемуры, они ведут дневной образ жизни. Хотя большинство других видов лемуров, а вы знаете, что их родина Мадагаскар, это эндемики Мадагаскара лемуры. Они ведут в основном ночной сумрачный образ жизни. Неудивительно, что в древнем Риме лемур это обозначает призрак. То есть для древних римлян, которые одним из первых из европейцев начали осваивать просторы Африки, добрались до Мадагаскара. И вот там они, повстречав лемуров, дали им такое вот название. Призрак или дух. Но, как мы видим, действительно днем они выглядят очаровашками. А если ночью такого увидеть, то может действительно показаться, что это какой-то лесной дух. Потому что живут они в тропиках Мадагаскара. И ребята вообще такие красивые. Но, увы, на грани полного исчезновения этот вид рыжие лемуры, к сожалению, так. Ну, что ж, друзья. Увы, многие, мы об этом с вами не раз говорили, что нужно, конечно, очень беречь животный мир и вообще природу Земли, чтобы сберечь до будущих поколений вот таких и других замечательных животных. А вот это лемур Вари. Видите, те были рыжие лемуры, а это лемур Вари. Одни из самых крупных, кстати, они представителей лемуров. И тоже вот такая вот у них интересная расцветка. У лемуров самочки немножечко покрупнее, чем самцы. Хотя вот таких вот визуальных признаков, как, допустим, у тех же львов, где уже не спутаешь льва с львицей. У лемуров таких визуальных признаков нет явных. Даже тигр, да, у которого сразу заметно, если это взрослые особи, где самка, где самец. Самцы гораздо крупнее. У них такие мощные головы, бакенбарды, шеи. Вот, друзья, за этими милахами очень интересно наблюдать. Такой у них вид очень милый. И такая шубка восхитительная. Даже не подумаешь, что эта шубка родом из тропиков. Казалось бы, тропики там, как львы, должны быть все без шерсти. Но нет, природа, видите, делает. Каждая эволюция у каждого животного, каждого зверька проходила по-своему, даже если проходила в одних и тех же широтах. Вот, друзья, в парке Львов-Тайган такое разнообразие обитателей. И лемуры, одни из замечательных животных экзотических в парке Львов-Тайган, которым, конечно же, стоит уделять внимание. Елена Желябова приехала в гости к этим дружкам. И, конечно же, сняла для нас вот это вот замечательное видео, за что ей огромное спасибо. А вам, друзья, спасибо за ваши лайки, комментарии замечательные. Не забывайте подписываться на канал и, конечно же, делиться ссылочками на видео на своих страничках в социальных сетях. Всем мира и добра!